Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео рассмотрим конструкции машин с пластинчатыми ножами и анализ работы этих машин. В других видео лекциях, когда мы рассматривали мясопереработку на мясокомбинатах, работу оборудования кондитерских фабрик для производства бисквитов, пастилы, переработку рыбы на танкерах в море. Мы с вами очень коротко затрагивали работу оборудования, которое разделяет куски на более мелкие части или, например, отделяет от мяса, допустим, копыта, головы, рога, плавники и так далее. Но эти видео, про которые я сейчас упоминал, они были сосредоточены на конкретных операциях того производства, которое мы рассматривали. То есть, мясокомбинатов, кондитерских фабрик, рыбопереработки и другие. А текущие лекции, которые мы посвятили резанию пищевых материалов, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, мы рассматриваем здесь немножко с другой стороны, а именно со стороны именно процесса резания. О том, как конструкция ножевого механизма, ножа, углы заточки, углы резания и так далее, скорости, подачи скорости резания влияют на качество среза, на количество отходов, на удельную работу резания и так далее. Поэтому в этой видео лекции она будет достаточно объемная и делить ее на два видео я считаю нецелесообразным, чтобы у вас была возможность в одном месте найти эту информацию, если вам нужна именно информация по резанию, а не по отдельным процессам в отдельных отраслях. На эти видео лекции, на лекции по рыбе, по переработке мяса у нас было несколько лекций, одна лекция у нас была по отрубке голов и копыт, одна лекция была по куторам и одна лекция была по волчкам. И также лекции по кондитерскому производству, то есть это пастила, бисквиты и так далее. где используются резания, вы можете ознакомиться на канале в плейлисте, посвященном оборудованию пищевых производств. Спустя такое длинное видение, оно было необходимо для такого длинного видео, мы с вами перейдем собственно к заявленной теме, то есть к конструкциям машин с пластинчатыми ножами и анализу их работы. В зависимости от формы, количества и расположения поверхности раздела различают три способа резания. 1. Резание на куски с одним заданным размером по одной или нескольким поверхностям раздела. Резание осуществляется одним или несколькими ножами, одновременно или последовательно. К машинам, осуществляющим такой способ резания, относятся пилы, механические ножи, пластовочные машины. 2. Резание. Измельчение без заданной формы кусочков, в результате которого получается гомогенная масса, осуществляется уже упомянутыми волчками, кутерами, центробежными измельчителями и тому подобное. 3. Резание по двум или трем взаимно перпендикулярным плоскостям, в результате которого получаются кусочки заданной формы. Этот способ резания выполняется на шпига резках. 4. Рассмотрим устройство характерных машин, применяемых для осуществления указанных способов резания. Схема ленточной пилы представлена на экране. Режущим инструментом является бесконечная лента, натянутая между шкивами 1,5 и приводимая в движение шкивом 5. Натяжение ленты осуществляется натяжным устройством 2. Для уменьшения прогиба устанавливаются ролики 6. Разрезаемый материал подается кареткой 7, ограничителем служит упор 8, установка которого осуществляется винтом 4. Предусмотрена зачистка шкивов скребками. Такие пилы применяются для резания тушь и полутушь, резания мяса для фасовки. Лента в некоторых конструкциях таких пил совершает возвратно-поступательное движение. Существуют машины с несколькими пилами, которые осуществляют одновременное распиливание отруба на 5 частей, для чего установлены 4 ленточные пилы. В мясной промышленности применяются также переносные ленточные пилы разных конструкций. Они могут быть дисковыми, ленточными, цепными, с гладкой или зубчатой поверхностью режущей кромки, привод от электродвигателя или пневматический. Мощность электродвигателя 1,1-1,7 кВт, производительность до 300 тушь в смену. Режущие полотно пил изготавливается из стали толщиной 2-3 мм. КПД существующих пил невысокий, кроме этого часть мясопродуктов переводится в стружку. Режущие инструменты типа ленточных пил применяются в хлебопекарной промышленности, в машинах для резания сухарных плит и для резания ржаного хлеба. Ленточные ножи установлены в двух ножевых рамах и совершают возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении. Разрезаемый материал подается транспортером в горизонтальном направлении, перпендикулярно ножам. Отличительными особенностями конструкции этих машин является конструкция режущей кромки ножа, а также их расположение относительно разрезаемого материала. В хлеборезках для сухарных плит ножи с фасонной режущей кромкой расположены в каждой раме на расстоянии 25 мм друг от друга и так, что ножи одной рамы находятся между ножами другой рамы. В хлеборезках для ржаного хлеба ножи в плане сдвинуты один относительно другого по направлению движения хлеба и образуют угол. Ножи одной рамы также находятся между ножами другой рамы. Исследованием процесса резания сухарных плит в производстве сдобных сухарей установлено, что сжатие сухарных ломтей в межножевом пространстве машин происходит в области упругих деформаций, что позволило разработать метат расчёты напряжений сжатия сухарных ломтей в межножевом пространстве в зависимости от толщины ножей и ширины межножевого пространства. На основании исследований установлены оптимальные режимы резания и геометрические размеры режущего инструмента. Так, например, повышение скорости резания до 2,2 метра в секунду, применение ножей с гладким лезвием, уменьшение толщины и ширины полотна, рекомендованные для хлеборезки ХРП. Это позволяет снизить отходы и брак почти в два раза. Улучшить качество среза и сократить время выдержки сухарных плит до 4 часов. Был исследован процесс резания хлеба и изучены структурно-механические характеристики хлеба, определены параметры резания, усилия резания в зависимости от кинематических показателей, скорости резания, количество рабочих ходов ножа в единицу времени и от свойств материала, определяемых временем выстойки хлеба. На основании исследований были рекомендованы оптимальные режимы и конструктивные параметры хлеборезки рамного типа. Производственные испытания модернизированы по этим рекомендациям хлеборезки дали положительные результаты. Для резания хлеба применяются вибрационные машины, которые имеют многоножевой режущий аппарат с параллельной установкой ленточных ножей в рамке, совершающей возвратно-поступательное движение. Ножи вибрируют. С амплитудой 10 мм привод от однофазного электродвигателя. Пшеничный хлеб режется на машинах марки HRL-4, которые снабжены тремя комплектами рам с 12, 18, 24 ножами. Режущее устройство имеет рамы, причем ножи одной рамы находятся между ножами другой. Расстояние между ножами равно ширине лезвия, что уменьшает деформацию хлеба и снижает трение. Резательная машина, предназначенная для разрезания тортовых заготовок при производстве бисквитных фруктовых тортов, рулетов и других мучных кондитерских изделий, состоит из двух перпендикулярно расположенных транспортеров и двух режущих устройств. Разрезаемый пласт подается первым транспортером, разрезается на продольные полосы, второе режущее устройство осуществляет поперечное резание. Рабочими органами режущих устройств являются ножи, натянутые в раме, которые совершают вертикальные возвратно-поступательные движения. Режущая кромка ножей выполнена фигурной, а ширина ножей незначительная. Это обеспечивает минимальное сопротивление резанию со стороны боковых поверхностей. Расстояние между ножами устанавливается в зависимости от требуемых размеров изделия. К резательным вибрационным машинам относятся различного типа пилы. Пилы, предназначенные для разделки мяса, для мяса и костей, машины для нарезания на порции замороженных пищевых продуктов, вибрационные машины для распиловки беконной полутуши и машина для резания мяса с костями и птицей. Рассмотрение технических характеристик вибрационных машин дисковых и много ножевых показало, что производительность последних значительно выше, а затраты энергии на резание продукта в 2-2,5 раза ниже. К числу машин, работающих по первому способу резания, относятся также специальные машины для измельчения твердых конфискатов, для продольной разрубки голов, отделения рогов, резки блоков мороженого мяса, для спиливания носового хряща и зубов. Волочки, мясорубки нашли широкое распространение в мясной промышленности, в торговле, на предприятиях общественного питания, в рыбной и других отраслях промышленности. Помимо своего прямого назначения, они иногда применяются для смешивания нескольких продуктов и их измельчения. В производстве конфет они находят применение для измельчения отходов, для обработки полуфабрикатов кондитерского производства. В мясорубках используются режущие инструменты трех видов. Неподвижные подрезные ножи, неподвижные ножевые решетки и подвижные плоские ножи. Принцип работы заключается в том, что резание осуществляется парой режущих инструментов, плоским вращающимся ножом и ножевой решеткой. Обрабатываемый материал подается шнеком, прижимается к ножевой решетке, частицы материала вдавливаются в отверстия решетки, а непрерывно вращающиеся плоские ножи, прижатые к ножевым решеткам, лезвиями, отрезают вдавленные в отверстия решетки частицы материала. Применяемые в промышленности мясорубки можно разделить по двум признакам. Первый. По подаче материала мясорубки с ручной подачи материала, с ручной подачи и поджимающим плунжером, с подачей за счет давления измельчаемого материала, с принудительной подачей при помощи наклонного шнека, расположенного в загрузочной воронке, при помощи одного или двух вертикальных шнеков, при помощи конического шнека, при помощи мешалки. И второе. По нагнетающему органу мясорубки с червяком постоянного шага и диаметра, с червяком переменного шага уменьшается в направлении подачи материала, с двумя червяками разного диаметра и шага, уменьшенный к ножевой решетке. Если по технологическим соображениям необходимо удалить влагу отжимаемую из измельчаемого продукта, в корпусе мясорубки предусматриваются щели и сборник воды. В зависимости от требований к измельченному продукту мясорубки выполняются с одной или двумя парами режущих инструментов, ножей и решеток. В результате получается одно или двухстадийное измельчение. Режим работы мясорубок определяется требованием получить измельченный материал с теми же качественными показателями, что и исходный. Например, при резании мяса, мясопродуктов или рыбы измельчение необходимо осуществить без удаления жидкой фазы. Для выполнения этого требования расчет длины нагнетательного червяка, шаг винтовой линии, частоту вращения вала и давление материала на ножевую решетку следует определять исходя из структурно-механических свойств измельчаемого материала. Следует также правильно выбирать каналы по внутренней поверхности корпуса, чтобы избежать проворачивания продукта. Каналы предотвращают проворачивание. В некоторых конструкциях мясорубок каналы на внутренней поверхности корпуса выполняются в виде винтовой нарезки с обратным по отношению к червяку направлением. Нормальная работа волчков во многом зависит от степени затяжки режущего механизма. Недостаточная или чрезмерная затяжка приводит к снижению эффективности работы. Нормально и можно принять такую затяжку режущего механизма, которая соответствует удельному давлению в плоскости контакта ножа и решетки от 20 до 30 кП. Потеря мощности при ширине ленточки на задней грани ножа в 0,5-2 мкм составляет 10-15%. По мере износа режущих ножей происходит снижение удельного давления. Для обеспечения постоянного удельного давления, необходимого для эффективной работы ножей, предложена новая геометрия ножей и устройства для автоматического регулирования затяжного усилия в определенных пределах. Применение этих рекомендаций обеспечивает минимальный износ и оптимальные условия работы режущего механизма волчков. Этим создается предпосылка для перевода волчков на автоматический режим работы. Производительность мясорубок определяется пропускной способностью режущего устройства, главной части машины. В большинстве машин частота вращения ножей равна частоте подающего червяка, однако в целях увеличения пропускной способности ножа его скорость увеличивают в 1,5-3 раза за счет привода его отвала, который пропущен через червяк. Частота вращения червяка колеблется в разных машинах от 40 до 300 оборотов в минуту. Степень использования ножевой решетки зависит от величины отверстий, от их расположения и составляет 0,3-0,35 для решетки с отверстиями 2-3 мкм и 0,4-0,45 для решетки с отверстиями 20-25 мкм. Производительность режущего устройства определяется по формуле. По данным, значение F1 при измельчении мяса в мясорубках при положительной температуре можно выбирать по таблице на экране. Стоит напомнить, что устройство, принцип действия волчков было подробно разобрано в отдельной видео лекции. Обложку вы сейчас видите на экране. Вы можете найти эту лекцию в плейлисте, посвященном оборудованию пищевых производств. Режущую способность механизма волчка в кубометрах в час определяют по формуле. Производительность подающего червяка и механизма загрузки должна соответствовать производительности режущего устройства. Пластинчатые ножи находят применение в хлебопекарной промышленности в тестоделительных машинах, работающих по принципу отсекания куска от жгута теста. Например, в тестоделительной машине HDN тесто выпрессовывается через мундштук одним шнеком и отрезается плоским ножом, который совершает постоянное число качаний в единицу времени. Плоскость ножа непосредственно примыкает к плоскости мундштука. Для регулирования массы отрезаемых кусков изменяют скорость потока теста путем перекрытия части канала. По такому же принципу работает механизм резания в тестоделительных машинах ХДР и ХДФР. В тестоделительно-округлительной машине тесто загружается в приемную воронку, захватывается раскатывающими волками и вдавливается в желоба вращающегося барабана, образуя четыре бесконечные ленты. Разделение этих лент на куски производится пластинчатым ножом, укрепленным на ножевом валу, который вращается навстречу барабана с лентами теста. Техническая характеристика тестоделительных машин представлена в таблице на экране. Конструкция, принцип действия, настройка тестоделительных машин на размер куска представлена нами в отдельной видео лекции. Причем разобраны тестоделители по видам нагнетательного устройства, поршневые, лопастные и тому подобное. Каждому из таких тестоделителей с разным нагнетательным устройством уделена отдельная видео лекция. Эти видео лекции вы можете найти на канале. Куттеры применяются для измельчения мяса и рыбы в однородную массу. Они нашли широкое применение в мясной, рыбной промышленности и на предприятиях общественного питания для изготовления фарша и котлетной массы. Принципиальное устройство куттера показано на экране. Чаша-3, имеющая в сечении омега-образную форму, вращается на валу-2. При этом она проходит над валом-5, на котором укреплены серповидные ножи-1. Обрабатываемая масса загружается порциями в чашу-3, подвергается измельчению ножами, количество которых от 2 до 9. Рабочие ножи действуют по принципу скользящего резания. В процессе обработки изменяются свойства продукта. Линейные размеры кусочков, предельное напряжение сдвига и липкость. Куттеры могут быть непрерывного и периодического действия. Исходным продуктом для него служит предварительно измельченное мясо. Однако имеется тенденция создания машин подобного типа, которые осуществляют несколько операций по измельчению, а также служат для вымешивания и смешивания. Частота вращения ножей от 500 до 3000 оборотов в минуту, а чаши от 2 до 20 оборотов в минуту. В целях облегчения труда некоторые куттеры снабжены механической и гидравлической системой загрузки продукта. Был также создан куттер-волчок, работающий механизм которого состоит из набора ножей и решеток. Режущие ножи имеют двойную рабочую поверхность, число решеток 1 или 2, производительность 6 тонн в час, габаритные размеры в миллиметрах 700 на 500 на 1300. Получили распространение комбинированные машины для измельчения и смешивания мяса и других пищевых продуктов, которые осуществляют измельчения в 3 стадии. Первая стадия – предварительное измельчение осуществляется плоскими пилообразными ножами. Вторая – серповидными ножами. И наконец третья стадия тонкого измельчения достигается фигурными, быстро вращающимися ножами. В колбасном производстве применяют куттер-мешалки. По принципу действия, это машина-кутер, у которого чаша заменена двухсекционной дежой, которая снабжена двумя мешалками. Для механической обработки мяса есть машина ФФР, которая может работать как измельчитель и как мешалка. Машина отличается высокой производительностью и универсальностью. Высокого качества работы можно достичь путем увеличения коэффициента скольжения более 3,1, а соотношение скоростей окружной чаши и окружной скорости ножей должно быть не более 1,1. Энергия ваток, затрачиваемая на разрезание продукта, может быть определена из уравнения. Производительность в килограммах час кутера периодического действия по формуле. Время измельчения в минутах по формуле. Также я напоминаю вам, уважаемые зрители, что на канале есть отдельная видео лекция, посвященная кутерам. Вы можете найти ее на канале. По виду режущего инструмента шпигорезки представляют собой комбинацию ленточных плоских ножей и вращающегося плоского ножа. Схема машины представлена на экране. Шпигорезки служат для нарезания шпика или вареного мяса на куски заданной формы, кубики или паралепипеды. Наименьший допустимый размер 4 мм. Наиболее распространенный режущий инструмент в машинах этого типа вращающийся нож 1 с фасонной режущей кромкой в комбинации с двумя группами плоских ленточных ножей 2 и 3, которые закреплены в движущихся возвратно-поступательно рамках 5 и 6 и расположены перпендикулярно друг другу. Такое расположение ножей обеспечивает разрезание продукта на продольные полоски заданного поперечного сечения. Отрезание кусочков производится плоским ножом 1, совершающим непрерывное или периодическое движение. Подача на один оборот вращающегося ножа равна длине отрезаемого кусочка. Время измельчения можно определить по формуле. Дарменко систематизировал и обобщил вопросы анализа работы рыборазделочных машин. Им рассмотрены основные особенности работы рыборазделочных машин и дан анализ устройства основных узлов, к которым отнесены двигатель, передаточный механизм, механизм рабочих операций, механизм захвата и фиксации сырья, механизм транспортировки сырья, станина и системы управления. По относительному движению рабочего инструмента и обрабатываемого сырья в процессе резания рыборазделочные машины подразделяются на три типа. Сырье неподвижно, перемещается рабочий инструмент, рабочий инструмент неподвижен, перемещается сырье, сырье и инструмент взаимно перемещаются. В рыбной промышленности наибольшее распространение получили машины второго и третьего типов. Машины с плоскими ножами в основном применяются для отрезания голов рыбы, фасонные ножи. Ножи совершают и возвратно-поступательное, и вращательное движение. В некоторых машинах ножи совершают колебательные движения в направлении перемещения разрезаемого продукта. Относительная скорость перемещения рабочего инструмента и разрезаемого материала от 8 до 12 метров в секунду. Скорость подачи 0,3 метра в секунду. Кушак Линис Борзинш предложили устройство для резания пищевых продуктов мороженого рыбного филе. Двумя пластинчатыми ножами, расположенными один над другим. Верхний нож совершает вертикальные возвратно-поступательные перемещения, а нижний нож, установленный под разрезаемым продуктом, неподвижен. Предусмотрено смещение ножа в плоскости среза путем нежесткого его крепления в направляющих, что позволяет исключить случаи заклинивания ножа и улучшает качество среза. Привод подвижного ножа осуществляется от гидроцилиндра. Разрезаемый материал подается вручную или механически. Фасонные ножи применяются в машинах для отрезания головы рыбы. Это обусловлено требованием уменьшения отходов мяса. Фасонный нож представляет собой стальную пластину, изогнутую по двум коническим поверхностям. Режущая кромка выполнена в форме двух углов. Нож совершает вращательное движение с угловой скоростью 40 оборотов в минуту. Скорость резания средняя 0,55 метра в секунду. Техническая характеристика представлена в таблице на слайде. Применяются машины для резания сахарной свеклы двух типов. В одном из них слой свеклы подается вертикально на вращающийся диск с укрепленными на нем плоскими ножами, а в другом обрабатываемому материалу придается вращательное движение вокруг вертикальной оси и под действием центробежной силы происходит подача материала к неподвижным плоским ножам, укрепленным на поверхности цилиндра. Применяемые в сахарной промышленности ножи выбираются исходя из требований к свекловичной стружке, которые определяются методами извлечения сахара. Существует ряд конструкций ножей, ребристые пальцевидные с ребрами, пальцевидные без ребер и другие. Свеклорезательные машины, их устройство, принцип действия, настройка, виды ножей, форма ножей собраны в отдельной видео лекции, с которой вы можете ознакомиться на канале. Применяемые в настоящее время для получения стружки фрезерованные ножи металлоемки и трудоемки при изготовлении и эксплуатации. Сложный профиль режущей кромки этих ножей обосновывался в свое время необходимостью получения стружки с желепчатой формой поперечного сечения, применявшейся в диффузионных батареях. В настоящее время процесс диффузии на сахарных заводах осуществляется в основном в аппаратах непрерывного действия с принудительным перемещением и перемешиванием стружки. Намечается полностью заменить диффузионные батареи такими аппаратами. В аппаратах непрерывного действия обессахаривание тонкой свекловичной стружки желобчатого типа затруднительно, так как она измельчается транспортирующими органами, и это нарушает процесс экстракции. Вместо желобчатой стружки применяют широко стружку с прямоугольным поперечным сечением. Такую стружку обычно получают фрезерованными ножами при относительном сдвиге ножевых рам в свеклорезательной машине. Режущая кромка ножей при этом используется не полностью, что приводит к снижению производительности свеклорезательных машин почти на 30%. Термообработка, фрезеровка, торцовка, заточки и другие операции с фрезерованными ножами на сахарных заводах могут осуществляться вручную. И на эти операции затрачивается за один сезон более двух миллионов человекочасов. Однако, несмотря на столь значительные затраты труда, при помощи фрезерованных ножей не удается получить высококачественную стружку. Это приводит к увеличению потерь сахара. Был создан опытный образец свеклорезательной машины А1ПРО, в кожухе А1ПРО находится корпус 9, имеющий восемь пазов, в семи из которых установлены режущие устройства 10, а на восьмом пазу помещен механизм удаления из машины посторонних предметов. Корпус установлен на четырех трубчатых кронштейнах 7, внутри корпуса смонтированы ведомый вал 6 и ротор 8 с тремя криволинейными лопастями. Привод ротора осуществляется от электродвигателя 2 через вал 3 и коническо-цилиндрический редуктор 5. Свекла при открытом шибере 12 подается в загрузочный ковш 11 и далее в корпус 9, где увлекается лопастями ротора 8. Под действием центробежных сил свекла прижимается ко внутренней поверхности корпуса машины и к режущим устройствам. При этом лезвия пластинчатых ножей срезаются свеклы пластины регулируемой толщины от 1 до 2,5 мм, которые поступают в пространство между корпусом и кожухом и в приемный конус 4. Техническая характеристика свеклорезки представлена на экране. Была проведена модернизация геометрии режущих кромки плоских ножей и показана возможность получения высоко качественной стружки в виде пластин. Пластинчатые ножи при этом имели передний угол 67 градусов, задний угол 5 градусов, угол заострения 18 градусов и радиус закругления режущей кромки был 15 мкм. Была разработана конструкция составного ножа как для новых типов свеклорезательных машин, так и для серийных типа SCB. Режущее устройство состоит из направляющих 1, прямоугольные рамки 2, сменного ножевого полотна 3, планки 4 с зубчатой нарезкой по торцам, поворотной лопасти 5 со сменной накладкой 6. По мере затупления лезвия ножевого полотна затачивают и смещают так, чтобы наружные размеры ножа сохранялись постоянными. Устройство состоит из механизма ножей позиции от 1 по 4 и механизма регулирования толщины стружки позиция 5,6. Угол поворота лопасти 5 определяет толщину отрезаемой пластины. Такой же принцип резания применяется и в машинах для резания плодов и овощей на предприятиях общественного питания. Требования к конструкциям машины сходят от формы конечного продукта. Ломтики, брусочки, соломка, призмочки, фигурная форма. Преимущественное распространение получили дисковые овощерезки с плоским режущим инструментом. Они выполняются с горизонтальным и вертикальным диском. Комплект ножей с лезвиями прямолинейной или фасонной формы крепится на вращающемся диске. Под каждым ножом имеется отверстие для выхода нарезанного продукта. Подача материала производится через воронку в камеру, одной из стенок которой и является диск с ножами. Применяемые на предприятиях общественного питания овощерезки имеют принципиально одинаковое устройство, отличающиеся друг от друга производительностью и конструкцией отдельных элементов. Некоторые овощерезки оборудуются несколькими комплектами разных режущих ножей и таким образом обеспечивается их универсальность. Возможность использования для обработки материалов с разными свойствами и с получением заданных форм и размеров нарезаемого продукта. Для резания одновременного протирания вареных овощей овощерезки оборудуются дополнительным устройством для подачи нарезанного продукта, проталкивание его через сетку и удаление протертой массы с внутренней поверхности сетки. В некоторых конструкциях овощерезательных машин предусмотрены устройства для принудительного прижатия продукта к диску. При расчете этих машин следует принять удельное сопротивление резанью 6-7 ньютонов на сантиметр, модуль упругости 45-65 кПа, коэффициент трения 0,36, угол заточки ножей от 15 до 20 градусов. Для нарезания вареных и сырых овощей и фруктов с целью получения кусочков в форме кубиков или фигурных кусочков применяют фигурные овощерезки при изготовлении закусок и гарниров на предприятиях общественного питания. Машина подобного назначения состоит из двух режущих устройств. Первое устройство производит отрезание кусочков в форме пластины с заданной высотой, второе производит вырезание фигур кубиков из пластины путем проталкивания ее через решетку, образованную плоскими ножами. Например, в некоторых машинах применяется пять ножей, два плоских и три комплекта ножей в виде гребенок с расстояниями между лезвиями 3, 6 и 9 мкм. Была предложена машина для резки овощей продолговатой формы на кружки. Применяемые для этой цели машины состоят из ротора, составленного из вращающихся пластин с выемками, образующими гнезда для овощей, неподвижных плоских ножей и механизма для подачи овощей. И в этой машине была предложена новая установка ножей, попарная, которая обеспечивает отрезание кружков материала. Такое расположение снимает напряжение в материале от сжатия в межноживом пространстве и улучшает качество среза. Для фиксации разрезаемого материала установлен серповидный нож, который по мере поворота ротора постепенно внедряется в материал и производит полный разрез при выходе материала из зоны полуцилиндра. Пластинчатые ножи применяются при резании макарон после их формования прессами. Известна конструкция режущего устройства, представляющая собой пластину из углеродистой стали, которая совершает круговое движение при непосредственном соприкосновении с плоскостью матрицы пресса. Угол подъема режущей кромки на ножа по отношению к плоскости матрицы равен 20-30 градусов. Угол среза между радиусом матрицы и режущей кромкой ножа принимают 10-15 градусов. Такая установка ножа обеспечивает чистоту среза и исключает налипание продукта на нож в процессе его работы. В зависимости от производительности пресса и требуемые длины нарезанных изделий устанавливают от 1 до 4 ножей. Азаров предложил способ резки макаронной пряди, который заключается в том, что макаронную прядь, выходящую из матрицы пресса, перед резкой завертывают в эластичный материал. Макаронная прядь обдувается воздухом по выходе ее из пресса. При достижении определенной длины ее отрезает. Это позволяет устранить необходимость применения кассет и уменьшает отход продукта при резании. В экструзионном производстве, при производстве кукурузных палочек, а также палочек из смеси кукурузной и гречневой крупы, применяется вот такая насадка в матрице с отверстием с центральным и вот такой нож, который устанавливается со смещением от центра матрицы и вращается, попеременно срезая выходящий из отверстия экструдат. Нож, конструкция ножа сделана вот таким образом. Вот эта часть сюда вставляется винт под шестигранник для крепления к валу электродвигателя. Если мы посмотрим с торца, то мы увидим, что конструкция режущей кромки ножа довольно необычная. Сейчас я попробую преподнести ее вот таким образом. Эта конструкция изначально работала на экструдере Klextral BC45, а на экструдерах Klextral 72 уже другое режущее устройство, поскольку размеры режущего инструмента и самого экструдера модели BC72 намного больше по размерам и позволяют использовать полноценное режущее устройство с отдельным режущим блоком, с установленными там подшипниками для компенсации биения, с смазкой этих подшипников через специальные штуцеры и так далее. И в экструдерах Klextral BC45, когда у нас нож устанавливается со смещением, а в экструдерах Klextral BC72 режущее устройство устанавливается по центру и крепится по центру матрицы. И при этом это режущее устройство, сам нож закрыты специальным кожухом, как впрочем и на BC45. Это замечание было необходимо сделать сразу после того, как мы рассмотрели резание макаронных изделий по экструзии, пищевого сырья. У нас есть как минимум три лекции. Четыре. Одна лекция по машинно-аппаратурным схемам, одна лекция по экструдерам, собственно. Математические модели экструзии это уже три лекции. Лекция по производству и расчету производства хлебцев хрустящих это четыре. И лекция по расчету производства подушечек с начинками это пять. Кстати, в лекции по расчету производства подушечек с начинками мы подробно разбираем как раз режущий инструмент, который используется для режущий станок стационарный, который используется для разрезания бесконечного жгута с начинкой, который выходит из экструдера на отдельные подушечки, палочки или бамбуки. То есть, если вам интересна эта тема, то вы можете ознакомиться с этим видео на канале. А мы возвращаемся обратно к анализу оборудования для резания пищевых материалов. Ротационная резательная машина, предназначенная для резания карамельного жгута на отдельные изделия, по принципу резание относится к машинам, в которых процесс резания осуществляется пластинчатым ножом, совершающим радиальное сближение с неподвижным пластинчатым ножом, который выполнен как одно целое с ротором. Карамельный жгут подается в пространство между этими ножами и разрезается на изделие, при этом одновременно происходит закрытие начинки внутрь отрезаемого корпуса. Перемещение подвижного ножа осуществляется при помощи неподвижной направляющей. Скорость резания зависит от линейной скорости ротора и угла наклона направляющей и составляет 0,3 метра в секунду. Преимущество этих машин заключается в их компактности. Однако следует отметить, что использование ротора по условиям входа жгута в машину и выхода разрезанного продукта составляет не менее 50%. Кроме этого, по принципу привода режущего ножа скорость ротора, а следовательно и скорость резания имеют ограничения. Одним из недостатков машины является также невозможность зачистки ножей в случае прилипания к ним карамельной массы. Широкое применение нашли ротационные карамели, формующие машины. Это машина комбинированного действия. Одновременно с разрезанием карамельного жгута производится его формование боковыми сближающимися пуансонами заданных размеров и формы. Техническая характеристика этой машины представлена на экране. Цепная режущая машина предназначена для получения карамели формы подушечка, лопаточка, продолговатая подушечка и другие. Резание осуществляется в результате вертикального сближения плоских ножей, которые закреплены на движущихся цепях. Карамельный жгут поступает по направляющей в пространство между верхней и нижней цепями. При сближении цепей происходит его разрезание. Угол сближения цепей составляет 1,15 минус 1,12 пи. Скорость цепей машины согласуется со скоростью вытягивания карамельного жгута. Применяются различные конструкции режущих цепей в зависимости от требуемой формы карамели, ее размеров и свойств обрабатываемой массы. Технические характеристики представлены на экране. Режущие устройства с гильотинными ножами получили широкое распространение в кондитерской промышленности. Они применяются в машинах как периодического, так и непрерывного действия. По относительному перемещению ножа и продукта эти машины бывают двух типов. Продукт перемещается продольно, а нож совершает возвратно-поступательное движение только в вертикальном направлении. Продукты нож в процессе резания перемещаются в одном направлении с одинаковой скоростью. Лучшим способом является второй, который обеспечивает хорошее качество среза. Примером может служить машина с гильотинным ножом для резания конфетных жгутов. Отформованные конфетные жгуты по транспортеру-2 подаются под гильотинный нож-1, который совершает возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении и одновременно в процессе резания перемещается по направлению движения жгутов со скоростью равной скорости их движения. Перемещение гильотинного ножа осуществляется при помощи кулачка-3, который передает движение калетке-4. Недостатком этой машины является затруднительная зачистка ножа в условиях возвратно-поступательного движения. Разновидностью гильотинного режущего устройства является конфета-резательная машина ШРГ. В ней применен принцип резания гильотинными ножами одновременно в продольном и поперечном направлениях без поворота пласта. Лезвия ножей продольного резания расположены клинообразно, вследствие чего они врезаются в пласт постепенно от его краев к центру. Благодаря такому расположению ножей уменьшается налипание на них конфетной массы и обеспечивается равномерное распределение усилия при резании. При резании ножи совершают возвратно-качательное движение в пределах 30 градусов. Нож поперечного резания разрезает продольные полосы пласта на отдельные конфеты. Он выполнен в виде длинной по ширине пласта пластины из инструментальной стали и крепится к поперечной траверсе, которая вместе с ножом совершает возвратно-поступательное движение по вертикали. Машина имеет следующие недостатки. Транспортер периодического действия затрудняет использование ее в поточном производстве. Кроме того, наличие проскальзывания между разрезаемым пластом и лентой приводит к большим колебаниям размеров конфет. По стилу резательная машина схема представлена на экране относится к машинам для резания вязко-пластичных масс гильотинным ножом с плоско-параллельным движением его в процессе резания. По креплению разрезаемого материала Это машина, в которой материал в процессе резания ограничен с двух сторон от перемещения в направлении перпендикулярном плоскости разреза. В этой машине процесс резания осуществляется до полного погружения ножа без скалывания разрезаемой массы. Разрезание пласта на полоске производится дисковыми ножами, расположенными друг от друга на расстоянии равном длине изделия. Поперечное разрезание жгутов осуществляется плоскими ножами, которые входят в массу постепенно. Ножи крепятся в направляющих на цепном транспортере. Каждый нож снабжен роликом, который перемещается по неподвижной направляющей. Примером устройства резки отдельно каждого жгута может служить способ роторного резания. Отформованные жгуты 3 из матрицы 1 формующей машины попадают на короткий приемный лоток 2 и, продвигаясь по нему, проходят к режущему устройству. Оно представляет собой набор свободно вращающихся относительно оси роторов 4 с укрепленными на них ножами. На каждый жгут имеется свой ротор, который конфетным жгутом приводится во вращение. Разрезание жгута происходит на краю приемного лотка и отрезанные конфеты 5 сразу попадают на транспортерную ленту 6, движущуюся со скоростью несколько больше скорости жгутов. Скорость выпрессовывания жгута не влияет на размер конфеты. Она влияет только на величину зазора между конфетами, на которые жгут разрезается. Роторы вращаются независимо друг от друга и поэтому конфетные жгуты, выходящие из формующих каналов с различными скоростями, режутся ножами роторов на корпуса конфет одинаковой длины. Это режущее устройство устанавливают в непосредственной близости от матрицы формующей машины только в том случае, если структура выпрессованных жгутов будет достаточно жесткой, чтобы избежать деформации жгута от силы трения при движении по приемному лотку в момент толкания очередного ножа ротора и от сопротивления в его цапфах. Необходимая для этого структура может быть получена достаточным охлаждением массы перед формованием или в процессе формования. Если это удается достичь, тогда проблема связанная с неравномерностью выпрессовывания может быть решена применением описанного режущего устройства. Имеются предложения, направленные на устранение основного недостатка роторного резца, неровного среза изделия путем сообщения ножу в процессе резания плоскопараллельного движения. Но так как нож движется по радиусу ротора, составляющая его скорости по направлению движения жгута изменяется, что и в этом случае не исключает деформацию разрезаемого материала. Технические характеристики машины ШРГ и постилорезательной машины представлены на экране. Машины для резания бисквитных пластов служат для резания заготовок на требуемое количество слоев. Рабочим органом машины ХК-531 является пластинчатый нож, который совершает колебательное движение, что обеспечивает ровное разрезание бисквитной ленты. Было предложено устройство для резания бисквитного пласта в продольном и поперечном направлениях. Пластинчатый нож с наклонными режущими кромками перемещается возвратно-поступательно в горизонтальной плоскости со скоростью полметра в секунду и производит разрезание изделия, закрепленного на горизонтальном столе. Разрезание изделия в поперечном направлении осуществляется после поворота стола с зафиксированными изделиями на 90 градусов. Была сконструирована и изготовлена машина для резки бисквита в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Горизонтальная резка осуществляется пластинчатыми ножами 7, натянутыми на раму 8, которая приводится в движение электродвигателем 1 через креноременные передачи 2 и 4, червячный редуктор 3, рычаги 5 и эксцентрик 9. Червячное колесо установлено на главном валу 10. Механизмы вертикальной резки состоят из дисковых ножей 6, которые приводятся в движение от главного вала 10 при помощи креноременной передачи 4. Бисквит к режущим механизмам подается транспортерам 11, получающим движение от главного вала через креноременную 14 и цепную 13 передачи и цилиндрическую пару колес 12. Технические характеристики машины представлены на экране. Испытание промышленного образца машины в кондитерском цехе хлебокомбината дало положительные результаты. Пластинчатые ножи также нашли применение и в чайной промышленности для резки чая. Была разработана новая технологическая схема выработки мелкого черного чая и для этого была создана специальная чая-резательная машина B2ЧРЧ. Резка чайного листа на машине B2ЧРЧ сопровождается максимальным разрушением тканево-клеточной структуры, его с вдавливанием на поверхность сока и получением однородной по размерам частиц массы. Опыты по применению этой схемы и новой машины в условиях роллерных цехов дали положительные результаты. Машина работает следующим образом. Скрученный чай, предназначенный для резки загрузочным транспортером, подается в бункер шнекового пресса. Подхваченный вращающимся шнеком чай проходит через окна диафрагмы и режется вращающимся ножом на частицы, площадь которых не превышает 2 квадратных сантиметра. Для обеспечения продольного движения чая через шнековую камеру на поверхности камеры нарезаны продольные канавки. Часть шнека, заходящая в шнековую камеру, имеет увеличенный шаг с целью уменьшения давления на чай перед проходом через окна диафрагмы. Этим предотвращается чрезмерное раздавливание чаинок при резке. Резанный чай поступает на транспортер для дальнейшей переработки. Регулировка зазора между вращающимся ножом и диафрагмой осуществляется специальным механизмом. Технические характеристики машины представлены на экране. Было разработано устройство для резки чайного листа, которое предотвращает дробление чайного листа и уменьшает количество отходов. В центральной части кожуха расположен механизм резки, который выполнен в виде ротора с выступами по периферии. На каждом выступе укреплен нож. Между кожухом и механизмом резки установлена вогнутая пластина с рифленой поверхностью. Пластина снабжена приспособлением для регулирования зазора между ней и ножами. Устройство работает следующим образом. Скрученный чайный лист загружают в бункер, откуда подающий механизм направляет его в отрегулированный зазор между пластиной и режущим механизмом. Толщину подаваемого слоя регулируют специальной планкой. Вращающиеся вместе с ротором ножи режут чайный лист. В сводной таблице представлены технические характеристики резательных машин. Вы можете сейчас ознакомиться с этой таблицей. Я медленно листаю ее перед вами. Хлеборезательная машина ХРП. Предназначена для резки пластинчатыми ножами с зубцами сухарных пшеничных плит на ломте. Она применяется на хлебопекарных предприятиях при производстве сухарей сливочных, московских, пионерских, ванильных, дорожных, детских. Техническая характеристика машины представлена на экране. Схема машины представлена на экране. И хлеборезательная машина ХРП состоит из станины, привода, ножевой рамы, транспортера, подачи сухарных плит, верхнего транспортера и транспортера выдачи ломтей. Привод механизмов машины осуществляется от электродвигателя 5 шестеренной передачи 6 на коленчатый вал 7, который через шатуны и плунжеры сообщает ножевым рамам возвратно-поступательное движение вверх-вниз. От коленчатого вала через червячный редуктор 8 при помощи цепных передач 9 и 10 движение передается приводным валам транспортера в подаче 4 и выдачи 1. Верхнему транспортеру 3 движение передается от приводного вала транспортера подачи 4 шестеренной и цепной передачами. Все транспортеры движутся со скоростью 0,09 метра в секунду. Сухарные плиты укладываются вручную на ленточный транспортер подачи 4, который подает их под ножи 2. Продвижение сухарных плит в зоне ножа осуществляется верхним транспортером 3 и транспортером подачи 4, а также под действием усилия со стороны поступающей по транспортеру очередной сухарной плиты. Сухарные плиты подаются под ножи в один ряд. Нарезанные ломти хлеба отводятся из-под ножей транспортером выдачи 1. Для сбора крошек на машине установлен поддон. В целях безопасности работы предусмотрена блокировка привода и ограждение ножевых рам. Для резания буханок ржаного хлеба применяют хлеборезательные машины R3HSM, которые серийно выпускаются. Кинематическая схема машины R3HSM аналогично машине HRP. Число ходов ножевых рам в минуту равно 610. Скорость транспортера 0,05 м в секунду. Резание ведется пластинчатыми ножами шириной 20 мм и толщиной 0,8 мм с волнистой режущей кромкой. Опыт эксплуатации машины R3HSM показал, что они удовлетворительно режут ржаной хлеб при смазке ножей растительным маслом и выдержке полуфабриката в течение 48 часов. Поверхность среза ломтей часто имеет повышенную шероховатость. Количество отходов в некоторых случаях достигает 8%. При резании свежего хлеба количество отходов увеличивается. Машина IFA-101 для филетирования неразделанной рыбы. Применяется на рыбопромысловых судах при обработке уловов разнообразных по виду и размерам рыб. Напомню, что на канале есть видео, посвященное машинно-аппаратурным схемам производства рыбы в трюме траулеров. Вы можете ознакомиться с этими видео, перейдя по ссылке в описании. Машина состоит из четырех основных узлов. Загрузочно-ориентирующего филетировочного и разделительного устройств и привода. Привод узлов машины осуществляется от одного электродвигателя 1 с двумя выходными концами. Через клиноременную передачу 2-3 движение передается на вал с эксцентриками, посредством которого приводятся в движение вибронажи 4 и 5. Транспортеры продольного перемещения рыбы приводятся в движение через систему передач. Клиноременную 6-7, редуктор 8, цепные 9-10 и 11-12, зубчатые конические 13-14 и 15-16, цилиндрические 17-18 и 19-20. Раскрытие транспортеров происходит с помощью секторов 21-22 и 23-24, штанги 25, приводимой кулачком 26 через цепную передачу 27-28 и электромагнитную муфту 29. Толкатель рыбы 30 приводится в движение через систему рычагов 31-32 кулачком 33, защелка 34 является блокирующим устройством, исключающим зажатие толкателя рыбы 30 транспортерами продольного перемещения рыбы в тот момент, когда он находится в зоне последних. При выходе толкателя из зоны транспортеров через кулачок 35, толкатель 36, рычаг 37 и собачку 38 осуществляется деблокировка транспортеров и их схождение. Шайба 39 подает импульсы на электромагнит, закрытие и раскрытие загрузочно-ориентирующих створок и включение электромагнитной муфты 29. Выключение электромагнитной муфты производится с помощью аналогичной шайбы 40. Привод 41 разделителя рыбы 48 с копиром 49 осуществляется от вала 1 римская через передачи зубчатую цилиндрическую 42-43 и цептую 44-45 и вал 2 римская. Остановка механизмов машины производится бесконтактными выключателями 46-47 типа BVK 201-24. Машина работает следующим образом. Рыбу брюшком вниз укладывают вручную в загрузочно-ориентировочные створки. Относительно виброножей рыба ориентируется визуально на срез по плечевой кости. Механизм раскрытия транспортеров разводит транспортеры продольного перемещения рыбы для ее приема. Толкатель накладывает рыбу на виброножи, доходит до крайнего нижнего положения и возвращается в исходное. Блокировка механизма схождения транспортеров снимается. Транспортеры сходятся, обжимают рыбу и транспортируют ее в продольном направлении. При этом срезается филе. Разрезанная таким образом рыба транспортерами подается в разделитель рыбы, где филе отделяется от отходов и промывается водой, подаваемой из системы орошения. Техническая характеристика машины представлена на экране. В этом видео мы рассмотрели конструкции резательных машин, применяемых в различных отраслях пищевой промышленности, а также провели их анализ. Это огромное видео. Как я уже говорил в самом начале, я не считаю нужным делить это видео на несколько более маленьких, чтобы у вас была возможность ознакомиться с этой информацией в одном месте. И принять для себя решение, какое оборудование вы хотели бы использовать для резания в своем производстве. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч. И еще, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. И вы незамедлительно получите уведомления, как только новое видео выйдет на канале. А новое видео обязательно выйдет.